Всем привет! Вы на канале Busy Journalist о местах и книгах, которые стоят вашего внимания. Меня зовут Юля, и в этом видео я хочу продолжить с вами разговор о тренировке нашего мозга. Если вы недовольны своей жизнью, и у вас такое чувство, что вы ничего не контролируете, у вас нет энергии для того, чтобы заниматься любимыми делами, значит, вами владеют вредные психологические привычки. Что это за привычки? Жаловаться, обижаться, ревновать, обвинять, доказывать свою правоту, осуждать. Это те привычки, которые смещают фокус вашего внимания с себя на внешний мир. И вы ищете врагов везде, только не в самом себе. Книга Джона Кехо «Подсознание может все» говорит о том, что вы можете справиться с любыми неприятностями в вашей жизни, используя силу мозга. Джон Кехо – это канадский писатель и тренер личностного роста. Он очень долгое время жил в канадских лесах, где изучал вдали от городской суеты и шума возможности человеческого мозга. Я выделила семь основных прикладных мыслей. Те вещи, которые мы можем делать своими руками, то, что мы можем взять под свой контроль. Мозг – двулик. Это сознание и подсознание. Вы выбрали на уровне сознания какую-то мысль и закрепили ее в подсознании. И мозг вам обязательно будет подкидывать доказательства того, что это действительно так. Именно поэтому, если вы считаете себя никчемным человеком, неудачным, которого никто не ценит, обязательно в жизни будут происходить те ситуации, которые вам будут это доказывать. Вот почему важно на уровне сознательном отбирать те мысли, которые вы допускаете в свой мозг. Вы замечали, что если вы хотите купить красную машину, буквально каждую минуту на улице вы видите именно красную машину. Вам кажется, что все вдруг резко захотели купить машину именно этого цвета. Дело в том, что внешний мир отражает то, что есть в нашем сознании. И как только вы укрепляете мысль о красной машине в своем сознании, она просто начинает материализовываться, условно говоря. Вы начинаете обращать внимание на огромное количество красных машин вокруг себя. Итак, как воздействовать на мозг и зачем это нужно? Во-первых, для того, чтобы избавиться от нескончаемого потока негативных навязчивых мыслей, которые забирают огромное количество энергии. За 45 дней вы можете отказаться от вредных психологических привычек и укоренить и укрепить полезные психологические привычки. Именно это время нужно мозгу для того, чтобы ваши установки начали благотворно влиять на вашу жизнь. Самый простой способ, который вы можете практиковать в любое время, в любом месте, это использовать силу утверждения. Мозг хватается за это утверждение и начинает формировать мыслительные процессы вокруг того утверждения, которое вы ему подсунули. Например, «я спокоен». Вам не обязательно нужно быть в этот момент спокойным, вам не обязательно нужно верить в то, что вы спокойны, или особенно пытаться себя успокоить. Вы даете установку мозгу, вы даете ему слова, вокруг которых он формирует мыслительные процессы. Удивительно, но это сила утверждения, она действительно работает. Джон Кеха приводит очень интересные примеры своей жизни, которые подтверждают это. Он рассказывает о том, что у него был один очень напряженный день, полный тренингов и лекций. И когда он в начале дня думал, боже мой, у меня такое плотное расписание, к концу вечера я буду просто измотан, он так себя и чувствовал. Когда он себе придумал, что для него это приключение, что для него это определенный квест, который ему нужно пройти, он заряжал себя энергией, мозг формировал мысли вокруг этого утверждения, что его день это интересное приключение, и к концу вечера он был полон сил и энергии, потому что он с этим справился. Поверьте, получили вы Оскар или отказались на один день от курения, для мозга это будут абсолютно равноценные победы человека над собой. Мы сами даем оценку нашим победам и зачастую их обесцениваем. И здесь я перехожу к третьей мысли о том, что не нужно концентрироваться на своих неудачах, нужно всегда помнить и ценить свои победы. Конечно, в конце рабочего дня, когда мы подводим итоги, мы большой акцент и внимание смещаем в сторону того, что выполнить нам не удалось. И это очень большая ошибка. Нужно обязательно отмечать те вещи, пусть даже самые маленькие, которые вы сделали в течение дня. Если вы будете концентрироваться на неудачах, вы будете программировать свой мозг на несостоятельность. Вы будете таким образом демотивированы, вы будете вялы, и у вас не будет сил для того, чтобы двигаться дальше и продолжать те небольшие дела, те небольшие шаги, которые вам сделать удалось. Поэтому празднуйте свои победы, даже самые маленькие. И обязательно сделайте себе список тех побед, которыми вы особо гордитесь. Это может быть список дел за 10 лет, за 5 лет, за один день, за год, за неделю. Не важно. Важно то, чтобы этот список вас вдохновлял и поддерживал в те минуты, когда у вас что-то не получается. И здесь мы переходим к следующему очень большому и важному пункту. Это проработка жизненных установок. Жизненные установки работают на уровне подсознания. О каких-то вещах вы даже не задумываетесь. Вы не повторяете их себе каждый день. Вы просто верите в них и живете. И не замечаете, как эти установки, зачастую негативные, управляют вашей жизнью. Выберите несколько сфер, которые вы хотите улучшить. Финансы, любовные отношения, отношения с родителями, саморазвитие. Те области, в которых вам важно добиться каких-то успехов. И проверьте, во что вы верите. Возьмем, к примеру, любовные отношения. Ответьте себе честно на вопрос. Верите ли вы в любовь? Верите ли вы в то, что вы достойны ее? Верите ли вы в то, что у вас будет семья и дети? То, что вы будете счастливым? Вы пишите эти установки. И напротив каждой из них напишите то, как вы бы хотели думать. Во что бы вы хотели верить? И что бы вы хотели получить в своей жизни? Это фундаментальная проработка ваших установок во всех сферах жизни. Это же касается и финансов. Это касается и работы. Это касается и отношений с родителями, с друзьями. Проверьте себя, во что вы верите. Проверьте, что управляет, какие утверждения и какие установки управляют вашей жизнью. Как это называется в служебном романе? Инвентаризация. Это потрясающая и очень полезная инвентаризация ваших мыслительных процессов. Упражнение очень важное, которое я вам советую проделать. Вы можете включить приятную музыку, налить себе какой-то приятный напиток, который вы любите, уделить себе час и провести эту ревизию. Следующая мысль, которая просто перевернула мой мозг, настолько она показывает, как важно наше отношение к тому, что происходит в нашей жизни. Мысль это такая. Проблем не существует. Существуют возможности. Любой человек хочет получить возможность проявить себя, добиться большего, получить какую-то награду. Но возможности никогда не будут вас привлекать красным флагом, фанфарами и красной ковровой дорожкой. Чаще всего возможности маскируются под проблемы. Прямо сейчас подумайте, какое большое количество проблем в вашей жизни могут быть вашими возможностями для роста. Когда нам трудно, мы растем. Именно проблемы заставляют нас искать возможности выхода из сложных ситуаций и возможности применения своих способностей. Очень серьезных раскопок требует ваша самооценка. Особенно если вы чувствуете, что у вас есть проблемы с пониманием своей важности или значимости, или что наоборот, может быть, вы себя переоцениваете. Дело в том, что самооценка формируется на протяжении всей нашей жизни. И очень часто в этот оценочный подсознательный слой попадают такие мысли, которые нам тяжело отследить. Те мысли, которые попали туда очень-очень давно. Раскопайте пласт своей самооценки. Выпишите то, что вы честно о себе думаете. И попытайтесь проанализировать или вспомнить, откуда у вас появилась эта мысль. Почему вы стали думать о себе именно так? Какое произошло событие? Кто вам что сказал? И попытайтесь это переформулировать. Если вы будете понимать, откуда у вас происходят определенные комплексы зажатости или снижение самооценки, и у вас будет материал, с которым вы сможете работать, это уже огромный шаг. Хотя бы понять, почему я так о себе думаю. И последняя мысль, на которой я бы хотела остановиться, это необходимость расслаблять свой мозг. Прогулками, хорошей литературой. После такой напряженной работы, которой я вас подготовила, я хочу вас призвать к тому, чтобы вы обязательно давали мозгу расслабление. Альберт Эйнштейн сказал, что почему самые гениальные мысли приходят мне, когда я моюсь в душе. Кеха делает особый акцент на том, что нужно развивать творческий подход к жизни. О том, что он помогает мозгу перезагружаться. Он помогает вам расслабляться. Он помогает освобождать огромное количество мыслительных процессов, которые будут направлены на то, чтобы найти гениальные идеи и реализовать те возможности, которыми вы обладаете. Я очень давно читаю литературу по саморазвитию и большое количество информации пропускаю через сито, что и вам советую. Очень важно находить то, что созвучно вам, то, что вы можете применить и то, что может по-настоящему улучшить вашу жизнь, то, что сделает вас более счастливым. Не нужно слепо следовать всем советам тренеров личностного роста, какими бы авторитетными они ни были. У Кеха есть такие мысли. Сознание удачливого человека можно развить. Мне кажется, что нужно развивать то сознание, которое будет делать вашу жизнь счастливой и полезной. Общаться с людьми, которые успешны, ассоциировать себя с теми, кто добился успеха. Сейчас огромное количество информационного успешного шума. И никто не говорит о тех людях, которые пытались следовать определенным схемам или калькам успеха и испытали огромный провал в своей жизни. Потеряли работу, потеряли семью, потеряли огромные инвестиции или вложения. Оказались у разбитого корыта и не смогли с этим справиться. Поэтому нужно быть готовым ко всему. Развивайте гибкое сознание, развивайте гибкий мозг и общайтесь с теми людьми, с которыми вам приятно, с которыми вы хотите проводить время, которых вы любите. И последнее высказывание, которое я бы хотела объяснить. «Преуспеть ваш долг. Вы обязаны добиться своих целей в жизни». Мне очень нравится позиция Ирины Хакамады, которая говорила о том, что восточный человек, какие бы цели, какой бы успех он не ставил перед собой, на первом месте у него всегда личное счастье. Во всей этой гонке за успехом не забывайте о том, что вы это делаете для того, чтобы быть счастливым. Если ваши цели не вдохновляют вас и не делают вас счастливыми, то вы никому ничего не должны. И преуспеть вы тоже не должны. Поверить в себя и реализовать свой потенциал. Но успех, если вам это близко, то это здорово. Я этому очень рада, но я вам, я с вами поделилась своей точкой зрения. Спасибо вам огромное за то, что вы посмотрели этот ролик. Спасибо вам за поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии. И я захотела очень быстро записать следующее видео, как раз получив определенную порцию отдачи от ролика про гормоны счастья. Еще раз огромное вам спасибо. Меня это безумно мотивирует. Мне хочется снимать для вас еще больше видео. Я соскучилась по художественной литературе. Надеюсь, вы тоже. Поэтому следующий ролик я посвящу книгам. А придумаю каким. Пока. До встречи в новых видео.